Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня пятница, 17 июня, и мы с вами прочитаем отрывок из книги «Деяния святых апостолов», 27 главу с 1 по 44 стих, то есть полностью 27 главу. И на русском языке эта глава звучит так. Мы с вами ее сейчас будем читать и сразу же попытаемся параллельно, где надо, что-то, может быть, прокомментировать. Почему? Потому что это очень большой отрывок, и читать дважды, наверное, у нас с вами не будет просто времени. Поэтому сегодня мы поступим немножко иначе, чем всегда поступаем. Сразу читаем и сразу же, где надо, может быть, прокомментируем. Итак, апостол Павел отправляется в Рим вместе с своим спутниками, ну, по крайней мере, с апостолом Лукой, поскольку мы здесь опять видим первое лицо множественного числа, когда решено было плыть нам в Италию. Да, вот с чего начинается. Итак, читаем 27 главу. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день перестали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом, человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием». Ну, Сидон — это второй знаменитый город финикийский. Тир уже упоминался, когда Павел возвращался в Иерусалим после своего третьего путешествия миссионерского. А Сидон вот упоминается здесь, когда Павел путешествует уже из Кесарии в Рим. Опять же, я напоминаю, братья и сестры, что чтобы удобнее наблюдать за тем, как происходили эти путешествия, имеет смысл открыть библейские карты. Там все названия, они абсолютно совпадают с теми, которые мы с вами слышим здесь. Будь то города, которых уже нет, будь то города, которые поменяли свои названия, или же те города, которые до сих пор называются так же, тот же Рим, например, или Эфес. Но понятно, что удобнее, конечно же, визуально следить за тем, как это передвижение осуществлялось. Итак, что после Сидона было? Четвертый стих. «Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, и переплывшие море против Киликии и Памфилии прибыли в Миры Ликийские». Миры Ликийские. Мы помним, что город Мир, провинция области Ликия. Конечно, впоследствии этот город стал известен благодаря тому, что там был епископом святитель Николай. Мы так его называем, святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских. И далее. «Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая, многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине благоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея». Это очень много названий, братья и сестры, поэтому еще раз повторю, что есть смысл посмотреть на вот эту карту, на атлас или на карту новозаветной эпохи. Девятый стих. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужа, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Груз был достаточно серьезный, потому что мы видим, что корабль Александрийский шел и плыл в Италию. Но Александрия, мы помним, это столица Египта в то время. Египет был житницей всей империи, то есть он кормил всю империю хлебом. И, по всей видимости, в Рим действительно корабль перевозил именно пшеницу, потому что, как-никак, Рим, столица, потреблял, наверное, очень много различных ресурсов, в том числе, конечно, и хлеба. Вспомним знаменитый лозунг Римской империи, обращенный, как бы сказать, в сторону простого народа, да, плебеев. Хлеба и зрелищ. Соответственно, хлеб выдавался, в том числе, и бесплатно, во время всяких игреч, и, конечно же, поэтому Рим нуждался в постоянной подпитке пшеницы для того, чтобы изготавлялся хлеб. Итак, далее, значит, Павел обращается, говоря, что давайте останемся здесь, возле острова Крит. Но, сказано в 11 стихе, «Сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. И как пристань не была приспособлена к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финника, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежавши на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие, обвязывать корабль, бояясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус, таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но, как многие дни и видно было ни солнца, ни звезд, продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И, как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно пристать пред кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Ко всему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». Вот мы видим, что Павлу Господь открывает, что действительно, хоть и корабли погибнут, все остальные выживут, потому что путь Павла все-таки лежит в Рим, и Бог благословил этот путь, и так оно должно и случиться. И далее. «В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-то земле. И, вымеревши глубину, нашли двадцать сажен, потом, на небольшом расстоянии вымерев опять, нашли пятнадцать сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Даже корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа. Павел сказал сотнику и воинам, «Если они останутся на корабле, то вы не можете спастись». Когда воины отсекли веревки у лодки, она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. К тому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. Мы видим, как Павел ободряет всех в трудных обстоятельствах, как он всем предлагает поесть, как он преломляет хлеб и благословляет пищу, то есть в какой-то степени совершает такое, может быть, даже импровизированное преломление хлеба, благодаря Богу, то есть такую евхаристию еще не в смысле какого-то чинопоследования уже зафиксированного, а вот по внутреннему смыслу, преломляя и благословляя пищу и благодаря Богу. Итак, дальше, 38 стих. «Насытившись, пищу стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. И когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторые заливы, имеющие отлоги берег, которым и решились, если можно, пристать с кораблем. Поднявшие якори пошли по морю и, развязавшие рули и поднявшие малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и оставался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплав, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел, умеющим плавать первым, броситься и выйти на землю. Прочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. Таким образом все спаслись на землю». Вот интересное такое повествование, братья и сестры, в особенности, если кто-то разбирается в корабельном деле и во всех этих терминах, связанных со строением корабля и с мерой длины, то этот текст, наверное, будет вообще очень понятным. Нам же с вами, обывателям, может быть, какие-то нюансы не совсем до конца понятны, но тем не менее, мы все равно с увлечением читаем вот эту историю этого кораблекрушения, которая все-таки, в конце концов, закончилась удачно. Напоминаю, что сегодня мы с вами читали отрывок из книги «Деяний святых апостолов», а именно 27 главу полностью с 1 по 44 стихи. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великое отрадо и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес.